И так, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомни, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примириться с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Матфея 5 глава. Он и говорит, примириться по принесении или прежде принесении дара, но посылает примириться с братом, когда дар лежит пред алтарем, и жертвоприношение уже начато. Не велит взять и с собою принесенный дар. Не говорит, примирись прежде, нежели принесешь ему, но повелевает держать брату, оставив дар пред алтарем. Для чего повелевает он так поступать? Как мне кажется, он имел двоякую цель. Во-первых, как я уже сказал, он хотел показать, что высоко ценит любовь и почитает ее величайшие жертвы, и без нее не принимает и жертвы вещественные. Во-вторых, хотел поставить необходимую обязанность примирения с ближним. В самом деле, тот, кому верен принеси дар не прежде, как примирившись, конечно, поспешит прийти к оскорбленному и прекратит вражду. И если не по любви к ближнему, то, по крайней мере, для того, чтобы жертвоприношение не осталось напрасно. Для того Господь каждому слову и придает особенную выразительность, устрашая и поглуждая приносящего. В самом деле, не сказал он только, оставь там дар твой, но превосокупил пред жертвенником, чтобы напоминали о священном месте, привести его в страх. Не сказал только, и пойди, но превосокупил прежде, и тогда приди и принеси дар твой. Через все это он показывает, что трапеза Господня не допускает к себе враздующих друг против друга. Здесь Христос пока посылает обидевшего к обиженному, и, научая молитве, ведет обидевшего к обидевшему и примиряет их. Здесь говорит, если брат твой имеет что-нибудь против тебя, и пойди прежде, примирись с братом твоим. А там говорит, и будете прощать людям согрешение их. Матфея 6 глава. Впрочем, и здесь, мне кажется, он посылает обиженного, потому что не говорит, попроси брата твоего, чтобы он примирился с тобой, но просто примирись. И хотя, по-видимому, речь здесь обращена к оскорбившему, но все относится к оскорбленному. Если ты, говорит, примирисься с ним, из любви к нему, то я буду к тебе милостью, и ты можешь приносить жертву с полным дерзовением. Если же гнев еще пылает тебе, то представь, что я сам охотно соглашаюсь на то, чтобы ты оставил на время жертву, только бы вам сделаться друзьям. Притом, он не сказал, помирись, когда ты сильно обижен, но сделай это и тогда, когда оскорбление будет маловажным, если брат твой имеет что-нибудь против тебя. И не сказал так же, когда ты гневаешься справедливо или не справедливо, но просто, если брат твой имеет что-нибудь против тебя, хотя бы даже гнев твой был справедлив, и тогда не должно питать вражды. Так и Христос, не взирая на то, что гнев его против нас был праведен, предал себя самого за нас на заклане, не вменяя нам грехов наших. Потому и Павел другим образом побуждал нас к примирению, сказал, солнце да не зайдет во гневе вашего. Как Христос побуждает нас к примирению, указывая время жертвы, так и Павел, повещевает нас к тому же самому, указывая на время дня. В продолжении дня многие могут и отвлекать, и отторгать нас от гнева. А ночью, когда человек остается один и вдаётся в думу, волны взымаются сильнее и буря всверецают с большей яростью. Предупреждая это, Павел и хочет, чтобы мы, примирившие, встречали нос, чтобы дьявол не воспользовался нашим уединением и не разжёг сильнее печь гнева обидеть. Продолжение следует...